Здравствуйте, меня зовут Юлия Хадарцева, я психолог, расстановщик, и сегодня мы поговорим про осеннюю хандру. Мы поговорим ещё о том, как влиться в рабочий процесс после отпуска. Нередко происходят такие вещи, когда люди после отпускного сезона выходят на работу, и им кажется, что вот всё не то. Надо увольняться, надо менять работу. Как понять, это ложное ощущение после отпуска, или действительно ты пришёл к тому, что пора менять работу? Слушай, я сейчас, наверное, даже начну не с осенних хандры, а с того, что самая большая проблема у нас у людей, история, где нам кажется, что у соседа трава зеленее. И когда вы думаете, что вам пора развестись, поменять работу, что-то ещё сделать, это говорит о вашей детской позиции и о том, что вы не умеете делать выбор до конца. Я всегда говорю, чтобы двигаться, чтобы создавать что-то большое, важно выбирать до конца и идти до конца. Будь то деятельность или работа, будь то отношения, будь то, я не знаю, учебные заведения и прочее. И когда мы прикрываемся осеннее, весеннее, зимнее, неважно какой хандрой, говорим, я хочу поменять работу, это говорит лишь о твоём детском внутреннем маленьком ребёнке, который опять недоволен мамой, игрушкой и прочим. И здесь я могу сказать только одно, вы можете тысячу миллионов раз менять партнёра, работу, платье, оно вам будет всё не такое, потому что вы внутри не понимаете, как это выбирать до конца и двигаться до конца. Вот в эти как раз-таки долгосрочные отношения. Как раз то, о чём мы с тобой сегодня поговорили перед началом. Истинные ответные реакции и истинные результаты бывают там, где мы действительно готовы идти до конца. Неважно, какая там хандра, какая погода за окном и прочее. Если всё-таки, не знаю, может вы нарежете это на два, мы всё-таки рассматриваем осеннюю хандру, и когда мы привыкли три месяца лежать на пляже и ничего не делать, тут нужно начинать работать, то здесь хочется сказать, что это опять с точки зрения психологии про твоё взросление. И если человек действительно взрослый и ответственный, то он даже в летний период занимался спортом, правильно питался, развивался и прочее, прочее, прочее. А если нам кажется, что нас заставляют работать, мы при первой возможности хотим полежать на диване, это опять такая детская внутренняя позиция. Поэтому, что я как психотерапевт рекомендую, я рекомендую вообще не делить время на лето, осень и зиму, а чётко понимать, что ты на самом деле свою жизнь живёшь только ради себя. Это твоё собственное развитие, когда ты ходишь на работу, когда ты общаешься с друзьями, когда ты встаёшь в пять утра и делаешь зарядку. Это про тебя, а не про то, где ты кому-то что-то должен. Поэтому, чтобы выйти из любой хандры, депрессии и всех остальных вещей, которые связаны с погодой, с природой и прочими моментами, ну, как бы давайте просто возьмём ответственность за вашу самую прекрасную жизнь и просто начнём понимать, что тот партнёр, который рядом с вами, он не самый худший, да, и над отношениями надо работать, что та работа, которая у вас есть, она не самая ужасная, просто начните на дне работать и развиваться. Та, не знаю, страна, в которой вы живёте, она не самая ужасная. Просто начните понимать, что любые отношения – это дорога с двухсторонним движением. А человек, который от кого-то убегает, он будет убегать всю жизнь, потому что всегда будет что-то не так. И это никак не зависит от сентября, августа, ноября или декабря. А если вы не тех, кто хочет что-то поменять, а, например, есть люди очень зависимые от солнца, от тепла, и вот с наступлением более холодного времени, меньше солнца, вот они просто чахнут. Вот этим что делать? Смотри, я же психолог, и любая наша зависимость – это психопатология, то есть какое-то расстройство психики. И здесь нужно просто поменять внутренний настрой. Если вам нужно, я, конечно, могу дать 10 способов, как адаптироваться к осени. И, конечно, я вам скажу, читайте книги, встречайтесь с друзьями, ходите в солярий, ешьте жёлтые фрукты, но это вы и без меня в интернете вычитаете. А я вам скажу так, всё зависит от нашей психики. Если в вашей психике и в вашем сознании типа «пришла осень и будет плохо», будет плохо. А если в вашем сознании круто, «пришла осень, будет хорошо», будет хорошо. И тому самому огромное количество подтверждения люди, которые, знаешь, в лёд себя погружают, им нормально, да, всё равно всё в голове. Поэтому мозг может искать 101 способ пострадать, а может искать 101 способ, как кайфануть. Поэтому я рекомендую следовать второй дорогой. И всё-таки найдите 100 миллионов плюсов в осени. И почему хорошо, что наконец-таки перестало палить это жаркое солнце, и наконец можно спокойно пошуршать листочками жёлтыми и понаслаждаться дождичком. Поэтому я всё-таки здесь про то, где вы работаете со своим мозгом и настраиваете свой мозг в позитивное русло. Потому что так или иначе у одних стакан всегда наполовину пуст, а у других всегда наполовину полон. И в любой истории можно найти позитивные вещи и на них фокусироваться. И в любой истории можно найти негативные вещи и на них фокусироваться. И все зависит только от вас И здесь никто вам помочь не может Если ваш муж такой плохой То вы хоть 25 мужей поменяете Он таким плохим останется Если ваша работа такая плохая Вы хоть 25 работ поменяете Он останется такой же плохой И пора может посмотреть на себя в зеркало И сказать, может быть, тебе выгодно Находиться в этом состоянии Скажите по этому поводу Подписывайтесь, комментируйте Отправляйте близким Ну и до новых встреч!